Здравствуйте! Вы снова на канале iSpeak, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами я, Олег Павлюченко. В этой части нашего фильма я подведу итог всему нашему проекту, который называется Три полюса, два потопа. Но чтобы понять эту реконструкцию, надо посмотреть все серии этого цикла. В них мы попытались как могли объяснить все физические процессы, происходящие на нашей планете за последние 300 лет. Причины, последствия катастроф, которых мы с вами выявили две. Две основные катастрофы. Это катастрофа 17-18 веков и катастрофа середины 19-го. Кому-то, конечно, нарисованная картина в моей реконструкции покажется фантастической. Но не спешите. В своих исследованиях я руководствовался теми же принципами, которым руководствуется следователь при расследовании уголовного дела. А это все-таки следы. Можно их назвать следами преступления, либо следами действия каких-то сил на нашу планету, которые привели к такому масштабу катастроф на ней случившихся. А сам масштаб вы должны представлять. Я уже неоднократно говорил, что к такому изменению земных ландшафтов, погружению на дно океанов целых областей на востоке Евразии должны предшествовать очень серьезные события. И эти события мы с вами и описывали. А все эти события произошли за последние 300 лет. Почему за последние 300 лет? Я думаю, вы уже начали догадываться. Многие меня критикуют и говорят, что Луна Леля и Луна Фата упали на поверхность нашей планеты 12 тысяч, 100 тысяч лет назад. Но я все-таки настаиваю на том, чтобы они подумали немножко лучше. И действительно посмотрели на следы, которые мы с вами рассматривали. Что могло их вызвать? Что могло оставить такие следы в районе траектории или орбит? Они не просто так разбросаны по поверхности нашей планеты. И почему это не астероиды, я тоже уже говорил. Также следы определенных исторических событий, которые легли в основу этих исследований, сохранились и в официальной истории. Конечно, после глобальной чистки всей истории нашей планеты, ее цивилизаций, которая проходила, кстати, в два этапа. Первый этап происходил Миллером, Шлёцером и Байером в средине 18 века, а второй происходил в конце 19 веков. Вот эти два периода чистки. Но, как я уже неоднократно говорил, до Миллера, Шлёцера и Байера хронологические рамки событий раздвинуты. События многие затенены, переброшены в другие географические области. Об этом неоднократно говорил Носовский Фоменко. То есть там настолько много наслоений, раздвоений. Но самое главное, хронология нарушена. А после Миллера, Шлёцера и Байера с конца 18 века хронология не нарушалась. Историки 19 века просто в рамках существующей хронологии изъяли из нее определенные события. И мы с вами это уже говорили, что изъят период времени с 1841 по 1849 год. И в этот период времени якобы ничего не происходило. Так вот, эти историки просто вытащили из истории события вот этой катастрофы 19 века. А с тем вместе то, с чем она была связана. А это, скорее всего, было уничтожение остатков Тартарии. И вычеркнута была сама Тартария. А ее историю раздали всем, кому было можно. Разным народам, государствам. Так Китай получил свою историю, которой у Китая совершенно не было. И из открытых в доступе сегодня описаний Тартарии, а это путешествие Деру Брука, францисканского монаха, ко двору Магул Хана, а также путешествие Марка Пола, четко описывает Китай. Это была Хина. Хинцам разрешалось жить на территории Тартарии и Монголии, которые были совсем в другом месте. И платили они за это пошлину, за пребывание, занимались торговлей. Но на месте Пекина не было никакого ханбалыка. А город Камбалу был в районе современного Охотска. Но то, что история Китая, история Римской империи, история Индии, это размноженная одна история, заметил еще Носовский Фоменко в своих трудах. Были просто там изменены личности. Исторические личности получили другие наименования или другие имена. И еще хочу сделать одно замечание. Многие комментаторы моих видео негодуют от того, что как можно исследование Алексея Кунгурова совмещать с моими историческими исследованиями. Но я не вижу здесь никаких проблем. Алексей Кунгуров полагается на следы, которые находятся на поверхности земли. Я исследую тоже эти же следы. Но я еще исследую и исторические факты, которые остались после изменения их фальсификаторами. А методику поиска в истории нужной информации очень хорошо описал тот же Носовский Фоменко. Опирайтесь на хронологические сдвиги, опирайтесь на раздвоение исторических личностей и вам тоже станет все понятно. А потом по следам определенных действий и ищите последовательность событий. И помните, что в современной официальной истории практически отражения всех происходящих событий все-таки остались. Они изменены географически, изменена их интерпретация, опять же изменены имена их участников, но все они есть. И найти их при желании можно. И такого, чтобы вся история была придумана, я совершенно не понимаю, кто это говорит. Невозможно придумать всю историю заново. А если бы ее придумывали, то она бы выглядела совершенно по-другому. Да, ее подтасовывали, да, изменяли, но она далеко не придумана. И опять же, как говорит Андрей Кадыкчанский в своем журнале, все события Ветхого Завета происходили все-таки больше на территории Тартарии. Ее центральной территории. Тартария был практически весь мир. А вот центральная территория ее была от Поволжья до Дальнего Востока. И об этом надо всегда помнить. И опять же, в комментариях под своими видео я вижу очень много критики работам Носовского и Фоменко. Прошу не забывать, что Носовский и Фоменко это родоначальники всей альтернативной истории. Конечно же, след за Морозовым, а перед этим за славянофилами 19 века, теми, кто непосредственно был свидетелем изменения истории движения славянофилов, когда победили западники. Так вот, Носовский и Фоменко первыми выдвинули мысль о том, что всего лишь письменной истории человечества не более 500 лет. Они выдвинули понятие хронологических сдвигов и очень много они все-таки действительно накопали. Так что сомневаться в их работах практически, я думаю, смысла нет. Просто, видимо, их не читали. А читать их действительно нудно. Там есть статистический материал, материал статанализа. Приведены хронологические сдвиги, таблицы. Конечно же, это не популярная литература. А то, что тяжело для восприятия, многим кажется неправдой. И они просто это пропускают в своем внимании. А потом пишут глупые комментарии, такие, например, зачем вы исторические события путаете с исследованиями Алексея Кунгурова. Но это, опять же, говорю, в корне неправильно. И дальше. Может быть, посмотрев наши видео, кто-то из зрителей объяснит мои наблюдения совершенно по-другому. Но я своего мнения не навязываю. Это моя гипотеза. И гипотеза еще определенного круга альтернативных историков и исследователей, которые фактически поднимают те же самые вопросы. В своих работах я опираюсь только на видимые следы и логику. Я не летаю в облаках и не ищу какие-то космологические и космогонические объяснения процессам. Все процессы происходят точно так же, как и сейчас. Что политические, что исторические, что физические. Так что, кто хочет, попробуйте по-другому объяснить падение больших частей небесных тел на поверхность нашей планеты в районе одной траектории. Попробуйте объяснить следы от многочисленных воронок, которыми покрыта, опять же, большая часть поверхности нашей планеты. Попробуйте объяснить исчезновение на картах огромных территорий, особенно Северо-Восточной Азии. Попробуйте объяснить образование соленых морей на месте пресноводных озер Средиземного и Черного морей, а также Каспийско-Аральского. Попробуйте объяснить строительство Исаакиевского собора, Александрийского столба людьми с кирками и лопатами и вообще все античные строения. Попробуйте объяснить высадку лесов рядами. Но все-таки я не против, чтобы вы не подумали, если кто-то это сделает и объяснит по-другому, сколько людей, столько и мнений. Так что пробуйте. А теперь перейдем к самой реконструкции. Итак, мир до потопа 17-18 веков. Что мы видим? Ось Земли стоит под 90 градусов плоскости эклиптики. Вот она плоскость эклиптики. Ось установлена под 90 градусов. Как мы видим, полюс находится в районе Гренландии. И обратите внимание, как расположены объекты на поверхности Земли. Я специально открыл район Евразии и России. То есть ту часть карты, которая всем известна. Смотрите, совершенно другие широты. Как находится Каспийское море по отношению к Черному и Средиземное. Этот угол примерно 15 градусов между старым полюсом и сегодняшним, который находится где-то здесь. Вот этот угол здесь хорошо виден. Давление на нашей планете в то время было в 3-4 раза выше, чем сегодняшнее. Это атмосферное давление. Представьте растительность. Какая была массивная биосфера. Больше нынешней по массе в несколько раз. Совсем другие виды растений, которые сейчас сохранились, как палеоэндемики. Население несколько десятков миллиардов человек. Опять по исследованию Алексея Кунгурова, которому рахманы сообщили, что только в момент катастрофы погибло 32 миллиарда человек. И в основном планету населяют гаплогруппы Р1А1 и Р1Б. Конечно, есть другие малочисленные народы, но они тогда были реально малочисленными. Черная раса была где-то в небольшом количестве на Африканском континенте. Чуть-чуть ее было на Индийском континенте, на полуострове Индостан. Желтая раса была на самом юго-востоке Азии. Какая-то такая картина была. Где находилось население, которое мы сейчас называем арабами, скорее всего тоже. В районе границы между Северной Африкой и Эквадриальной Африкой. И двигалась она, это бывшие лемурийцы. Тоже развитая раса, которая двигалась с юга, с южного полюса. Это опять по Клесову. А с Гипербореей, которая находилась где-то здесь, пришли Р1А1 и Р1Б. Какое было политическое устройство в мире? Скорее всего, на территории всего земного шара была глобальная конфедерация, которую мы называем либо Тартавия, либо Русью-Яра. И центр этой глобальной конфедерации находился в районах Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья Евразии. Где-то вот в этом районе находились такие города, как Камбалу, а вот в этом районе находились города Тиндюк, Магул и Тартар. И скорее всего, вот эта конфедерация имела свою центральную область, как раз то, что я обвожу, до Урала. И управлялась она из какого-то из этих центров. Остальные области Западной Европы, Индия, Северная Африка, видимо, здесь какие-то области на границе с желтым населением. Это были ее губерниями. Но пока мы этот вопрос опустим. Знаем, что только семь царей подчинялось царю царей. Это повод дальнейших реконструкций и их тема. Что же случилось на нашей планете в этот период времени? Где-то за сто лет до катастрофы в мире начался конфликт. И вот эти вот области Северной Африки и Западной Европы, как мы уже не раз говорили в наших фильмах «История Великой Тартарии», начали сепаратистское движение. И создали такое государство, как Священная Римская империя, которая отделилась от основной митрополии. И создали ее совершенно на иных идеологических принципах построения общества. Случилось по официальной версии истории это в начале 16 века, в самом начале 1500-х годов. И началась война. Горячая фаза этой войны пришлась по официальной датировке версии истории в 1570-х годах при правлении Ивана Грозного. Мы это уже с вами тоже многократно исследовали. И что же случилось? В эту горячую фазу был нанесен удар. Применили оружие массового поражения. Причем, меня многие очень спрашивают, кто с кем воевал. Пока я не могу сказать это точно. Но по последствиям я могу судить, что воевали те с этими. Митрополия с этой территорией. И ударами в тот момент они реально обменялись. Итак, разберем удар. Возьмем красный карандаш и я примерно покажу, что случилось. Было применено оружие массового поражения по городам, находящимся на побережье Средиземного моря. Которое в тот момент являлось пресноводным озером и находилось ниже уровня Мирового океана. Примерно на 100-200 метров. Здесь мы не будем границу Средиземного моря до потопа показывать. Но все города фактически этой территории пострадали. Прибрежные пострадали города в Северной Африке. То есть во всей мятежной империи. А вот в Европе удары наносились выборочно по определенным объектам инфраструктуры. Вот эта территория была практически вся уничтожена. Что же случилось с Причерноморьем? Это тоже было пресноводное озеро на 100-200 метров ниже уровня Мирового океана. И ниже конечно современного положения. И здесь был нанесен удар фактически по всем городам на побережье этих пресноводных озер. Скорее всего то же самое случилось и в Средней Азии. Только море было тогда соленое озеро. Пресноводное озеро было примерно вот такой вот формы. Здесь было еще одно пресноводное озеро. И здесь находился центр Терсидской губернии. Вот здесь вот находились города. То есть как мы понимаем с вами, вот эти все территории, скорее всего удар наносился очень сильно и по Аравии, были фактически уничтожены. Удары были нанесены конечно же и по Тартарии, по территории ее центра. Мы знаем такие удары по Волге, происходили по Волжским городам, по Уральским городам. Ну Средняя Азия понятно. Меньше всего в тот момент пострадала территория Восточной Европы и Среднерусской равнины. Это от ударов, от применения оружия массового поражения. И чуть больше, но не катастрофически пострадала территория Западной Европы. По всем красным территориям был нанесен очень сильный удар. Погибло много населения. Также, кстати, и удар был минимальным и по Малой Азии почему-то. Хотя при Черноморье было все избито ядерными взрывами. К этим последствиям самой бомбардировки, как мы с вами знаем, еще добавилась чума и голод. Погибло в этом всем большинство населения нашей планеты. И вот в таком состоянии горячая фаза войны закончилась. Видимо, люди начали просто выживать. Мы рассматривали с вами Москвию. Там началась властная чехарда. И через 20-30 лет после этих событий по Москве были нанесены, конечно же, удары. Но по отдельным объектам инфраструктуры есть там следы каких-то объектов, уничтоженных в виде круглых озер. И эти озера как раз того первого удара. Мы разделили с вами удар номер один. Первый удар это 17-18 веков. И первый потоп 17-18 веков. И второй удар. И второй потоп это средина 19 века. Как же случился первый потоп? По официальной истории это произошло в районе 1601 года. Мы это вычислили по царствованию Бориса Годунова. По следам, наслоениям, оставшимся от его описания царствования. Реальное же это случилось в границах 1680-1710 годов. Видимо, этот ядерный удар массированный наносился не только по поверхности планеты. А как мы с вами исследовали, было три летающих города, то есть три спутника, имеющих атмосферу и гидросферу, жилых. Был поврежден один из естественных, а может быть он, как и Луна, являлся тоже искусственным спутником. Но это пока гипотеза. И вот этот вот спутник за 20-30 лет потерял инерцию, начал падать на нашу планету. Выжившие на земле после ударов, применения оружия массового поражения, люди, конечно же, об этом знали. Как мы с вами говорили, они попрятались в подземных убежищах. Кстати, и выжили. Большее число населения, которые выжили после потопа, все не задают вопрос, как после прохождения волны в километр высотой кто-то вообще выжил. Но, как мы теперь с вами знаем, под всеми городами были очень большие подземные коммуникации. Видимо, города строились в этой античной цивилизации, погибшей вот в этот как раз период времени, который мы рассматриваем, очень достаточно грамотно. Были такие очень рассчитанные способы городского строительства. Сами города были небольшие, тысяч до ста населения, но находились близко друг от друга. Все было в шаговой доступности, а, видимо, заводы находились под землей производства. Были, конечно, территории с выделенным производством, но вот все производство, которое было, видимо, в этих городах доступных, небольшие, цхазы, заводы, электростанции, они находились под городами. И мы знаем, что очень много под землей тоннелей, пещер, так называемых галерей, залов. Ну вот, в общем, под всеми городами были такие подземные инфраструктуры, и мы знаем, что жители Парижа в количестве 6 миллионов человек, видимо, со всей округи успели съехаться, в них и утонули. Ну, утонули, конечно же, не все, кто-то выжил. Мы об этом уже тоже говорили. То есть, они спрятались в парижских катакомбах, но прошедшая волна затопила эти полости. Но где-то же опять они остались, и люди все-таки после волны вышли на поверхности. Мы видим этих единичных людей на картинах в Пиранезе, блуждающих вокруг развалин. Что же сделал спутник Леля? Это мы с вами опять уже видели. Спутник Леля, видимо, был разрушен перед самым падением, но разрушен недостаточно сильно. И раскололся на несколько больших кусков. Первый кусок упал, как мы говорили, вот здесь вот. Вызов тетанический сдвиг и изменил всю вот эту вот территорию сейсмической активностью. Как мы с вами рисовали, здесь было 4 острова Гипербореи. Они пропали с карты. Здесь был город Татары Монгул с провинцией, так называемой Монголией, настоящей. Здесь был столица Камбалу. Япония имела другой вид. И на это оказал влияние вот этот упавший кусок Лели. А самое интересное, все-таки, я думаю, были еще и вот эти вот три куска. То есть, если Леля была разрушена где-то вот здесь вот, она спокойно разлетелась на две траектории. То есть, это пошли прямые падения по траектории полета. А это с отклонением ушло аж туда, к проливу Дрейка. Но самое интересное, скорее всего, я сначала не увидел эту ситуацию, но теперь она стала мне более понятно, что же случилось с Австралией. Вот первое место падения. Вот падение этих трех частей. Вот падение еще одной с разделившейся траекторией. А вот удар в Австралию. Я думаю, всем понятно. А песок, который высыпался, частица, рассыпался как раз вот по этой территории, Якутии, которая фактически тогда стала как Сахара. Песком засыпало все эти разрушенные города предыдущим ударом. То же самое мы видим, синий это песок. Случилось фактически с Австралией. Вот это все следы падения больших кусков частей спутника Земли Леля. И по траектории падения вот этого вот камчатского куска, вот этого, запомнили ее траекторию, упал и вот этот вот кусок пробивший. Пролив Дрейка, отделивший Антарктиду от Южной Америки. Итак, мы насчитали пять частей упавшей Лели. И тогда вот как раз пострадала и Австралия. Я сначала это не понял, но теперь на всякий случай я это говорю. Что же вызвал, какие последствия вызвал этот удар? Эти пять падений больших частей. Как мы с вами уже опять же говорили. О земле была вот здесь тогда. На Гренландии. Вызвало большое прецессионное движение. Этой оси. Вот здесь это понятно, что в центре Земли. То есть ось Земли начала находиться своим кончиком в любой из этих точек этой окружности. При цессии. Нарисую стрелку. Соответственно с Южным полюсом то же самое. И как мы с вами говорили, Земля Впоследствии остановилась в одной из этих точек На прецессионной окружности. Вернее ось. Но что же случилось с самой планетой в тот момент? Когда вот так вот начали гулять ее полюса. А с планетой, как мы говорили, случилось То, что гидросфера провернулась относительно литосферы И наскочила на материк. Вот так вот произошел перелив. И огромное цунами перехлестнулось через материк Евразия. Особенно вот здесь вот. В этих местах. Но вот здесь вот с запада Урала Волна была меньше. Она была Я немножко перерисую. Сейчас это все. То есть волна проскочила по востоку Урала Попав В Среднюю Азию. Вот здесь вот был перескок очень сильный. А вот в этом месте Скандинавия выступила Волнорезом. И волны развела. Вот здесь вот был переток через Испанию и Францию. Почему Франция и Италия наиболее пострадали От этого перелива. Вот здесь вот Было Пресноводное озеро На 200 метров ниже современного уровня моря. Сюда попали Соленые воды Этого потопа Оставив очень много соленых озер Как мы знаем В Сибири Типа озеро Чаны Оно уже вызвало Перелив По комомонической впадине Соленой воды В пресноводные Озера Которые находились на Месте Черного и Азовского морей Подняли и их уровень Ну Средиземное море Понятно что затопил перелив И отсюда Из Черного моря И перелив Через Пиренеи Итак Эти пресноводные озера Стали солеными морями И их уровень воды Сравнялся с уровнем океана Соответственно Здесь промыло Гибралтар А Каспийское море Поменяло форму Здесь было озеро А вот здесь вот был Обширонский хребет Его промыло И озеро Впоследствии перетекло Сначала наполнилось Наименее всего Пострадали Районы Восточной Европы И Среднерусской равнины В общем это случилось Как-то так То есть Происходили Кроме волны Еще огромные Тектонические сдвиги От этих ударов То есть Опустилась Территория Самой Тартарии Вот здесь вот На дно Восточно-Сибирского моря Образовалось Охотское море Рассыпался Вот эти Четыре острова Рассыпались Гипербореи Представляете Какого уровня Была катастрофа На нашей планете Все вместе И землетрясения И Цунами Перехлестнувшая Целый материк И огромное количество Конечно же Других последствий Опять я вам скажу Что наименее На тот момент Пострадали Жители Восточной Европы И Русской равнины И они Впоследствии И строили Всю европейскую Цивилизацию Конечно же Очагово Выжили люди В Европе Западной И мы это видим Частично выжили На полуострове Малой Азии Но Я вам еще раз скажу Что Уровень цивилизации Был тогда Достаточно высокий Если бы сейчас Это случилось Не выжил бы никто Но тогда Скорее всего Выжили Где-то люди И в самой Тартарии И куда Они перенесли Из погибших Своих районов Центр Цивилизации Мы увидим И как мы видим Почему-то Больше всего Максимально От падения Спутника От его частей Которые упали Вот сюда Вот Вот сюда Вот Вот сюда Вот И аж Долетели туда Пострадали Как раз таки Районы Центра Тартарии Или Руси Яра Как называет Эту Глобальную Конфедерацию Валерий Чудинов Что же Случилось С самой планетой На тот момент Как мы Уже с вами Говорили Полюс Переместился Из района Гренландии Вот современный Где-то Полюс Он переместился Вот в эту точку Которая Находилась Юго-восточнее Современного Северного полюса И это мы с вами Видели по исследованию Карт Меркатора Таврика Херсонеская Но я здесь Примитивно нарисовал Еще раз попробую Нарисовать полюса Вот центр Полюс Который был Вот сюда Вот скорее всего Перескочил А потом Перескочил сюда В девятнадцатом веке Новый полюс То есть вот Те три полюса Полюс Гренландии Промежуточный Который Просуществовал С семнадцатого Восемнадцатого Веков От этой Катастрофы До следующей Катастрофы С середины Девятнадцатого Века Который Потом Вот Современный Северный Полюс Ось земли Наклонилась Относительно Плоскости Эклиптики Примерно На двадцать Градусов И вот Этот второй Промежуточный Полюс Вот еще раз Старый Гренландия Промежуточный И новый Он находился Стал Ось земли Находиться Где-то Под углом Двадцать Градусов Напомню Что современное Положение Наклона Оси Значение Двадцать Градуса Тридцать Минут Ну вот Этот угол Тогда То есть Принцессия Своё дело Сделала Какие Последствия Это все Повлекло На земле Появилась Зима И лето И давление Упало До современных Двух атмосфер Ну по сегодняшней мерке То есть Все равно Осталось В два раза больше Но это было Потерян Видимо Половины От прошлого Давления Климат На земле Конечно же Очень изменился Представьте Давление Даже там В два раза выше Насколько Теплее Было бы На планете Из-за плотности воздуха То есть Тогда бы Действительно Жизнь на полюсах Была бы Хотя бы Реально Но когда Давление Было в четыре Раза выше Представляете Какой гигантизм Был на земле Такого Размера Были деревья И вообще Вся растительность Кто же Выжил На нашей планете Ну вот После этой Катастрофы От нескольких Десятков Миллиардов Населения Осталось Несколько Десятков Миллионов Которые Скрылись Видимо В основном В подземных Убежищах А на Среднерусской Равнине И восточной Европе Таких было Большое Количество Потому что Здесь Волна Была Все Затопило Но силы Не было У этой волны И мы Это хорошо Видим По Питеру Который Волна Не в лоб Сбила А вот Рассеянная Скандинавскими Горами Она просто Потеряв силу Уже просто Подзатопила Эти Районы Ну то же самое Примерно и в Москве Происходило То есть Волна была Рассечена Как волнорезом Какое-то время Уровень Моря Был Достаточно Выше Чем Современное Состояние То есть Уровень Океана Ну метров На 10 В Питере Были Скрыты Дома Видимо Верхушки Только стояли Но за Несколько Десятилетий Вода ушла Смерзшись На полюсах Также Еще Видимо Достаточно Целые Территории Сильно Неповрежденные Оставались Как раз таки Вот в этих Местах В районах Алтая Тибета Ну Тибет Понятно Вообще Наверное Весь целый Остался Он Достаточно Высоко Находится И скорее Скорее всего Центр Тартарии Возник Где-то Здесь Сюда Переместилось Центральное Управление И отсюда Началось Возрождение Этой Глобальной Конфедерации И еще Скорее всего Где-то На севере Как мы знаем Тобольск Бывшая Грустина Тоже Начал Развивать И видимо Он оказывал Влияние На Московию А вот Эти Вот Все Территории Потеряв Центральное Управление Татария Уже Занималась Сама Собой Восстановлением Начали Свою Жизнь И Сюда Входила И Московия Где начались Дрязги Мы Рассматривали Неоднократно В наших Фильмах Гибель Тартарии История Великой Тартарии И Все Это Происходило У Нас В Районе 1700 Года Ну Еще раз Я говорил Что Основное Население Нашей Планеты Это Были Гоплогруппы R1B И R1A1 Но Были Области Как я Вам Говорил Где Были Расселены Область Была Желтых Где-то Вот Здесь Особенно Вот Это Все Территории Где Жили Фактически В Тяжелых Условиях В Родоплеменном Строе Представители Молодой Желтой Расы Конечно Метрополия Их Курировала И Подтягивала К своему Уровню Развития Но Их Было Достаточно Мало Кстати Пример Что Население Китая На Начало 20 Века Было 200 Миллионов А Сейчас За Миллиард Такие Видимо Очаги Черной Расы Жили В Индии Но Основное Опять Население Было Белое Где-то В районе Африки Находилась Какая-то Небольшая Группа Черных Так же Как и В Индии Но Немножко Другого Вида И Вот Эти Территории Скорее Всего Приграничные С Северной Африкой Занимали Сегодняшние Арабы Это Лемурийцы Пришедшие С погибшего Континента Лемурия На Южном Полюсе Когда он Погиб Это было Достаточно Давно Это Событие Мы сейчас Не рассматриваем Это Или 13 Тысяч Лет Назад Или 7 Тысяч Лет Назад То есть То же Самое Напомню Немного Что После Какой-то Катастрофы Опять Глобального Масштаба В Евразию Пришли Представители Гоплогруппы Р1 А1 И Расселились По ней А с Юга С погибшего Континента Лемурия В Африку В Австралию В Южную Америку Начали Приходить Лемурийцы Это были Две Развитые Расы Которые Потом Встретились Где-то Вот здесь Но После Гибели Большего Числа Населения Нашей планеты Подавляющего Даже Можно сказать Большинства Из Вот этих Районов Не пострадавших Особо Как мы видим Не пострадали И территории Желтых И территории Черных Вот эти Представители Малых Народов На тот Момент Начали Заселять Фактически Погибшие Территории Занимать Опустошенные Территории И Судя по Индию Китая Современному Это очень Хорошо Видно Там Начали Расселяться Черные Дровиды Но Управление Было Все равно В руках Ариев И потому Арии Начали Организовывать Техжизни Строить Фактически Новое Государство Которое Мы сейчас Видим Как Индия То же Самое Происходило И в Китае Джуджи Они правили Там Ну в основном Скорее всего Конечно же Это правили Опять Представители Р1 А1 А население Желтых Увеличивалось И белые Им управляли В общем Последствия Всех этих Событий Я думаю Я вам Рассказал Эти События 17 18 Веков Теперь мы Введем Понятие Межпотопный Период То есть Это тот Момент Времени От Катастрофы 17 18 Веков До Катастрофы Середины 19 Как же Налаживали Жизнь Оставшиеся В живых Представители Человеческой Расы В Европе Идет Восстановление Жизни Вот на Этих Всех Территориях Поднимается Западная Европа Но Власть Центральная Тартарии Потеряна Там Своя жизнь Начинает Восстанавливаться В районах Тибета Севера Евразии То есть Идет Период Восстановления Начинают Восстанавливать Погибшую Растительность Флору И фауну То есть Уровень Той цивилизации Все таки Был Высокий И Времена Екатерины Петра Как раз То время Мы немножко Себе не представляем Но Судить О том Что Происходило Можно по Последствиям Вот эта Вся территория Засыпанная Песком Представляющая Себя Сахару Была Фактически Восстановлена И В начале 19 века Начался Процесс Высаживания Здесь Растительности То же Самое Произошло Со смытыми Черноземами Кубани И всего Вот этого Черноземного Района Но это Только две Ситуации Сколько Еще было Восстановлений Всего По планете Сейчас Сказать Трудно То есть Вырабатывали Чернозем Садили леса На песках Но Все Противоречия Которые Были До Войны Которые Привели К Использованию Оружия Массового Пражения В войне 16 И Грубо Сказать 17 18 Веков Вызвавший Потоп Не Ушли И Опять Вот эти Все Противоречия За образ Жизни В Европе И Возникли Это Мы С вами Тоже Рассматривали В наших Фильмах История Великой Тартарии Все Начало Складываться Опять К Следующей Войне Политическая Ситуация Все Движения Которые Возникали Единственное Рассматривая Всю Европу Европейскую Историю Я вам Сразу Скажу Что Надо Учитывать Влияние Третьей Силы То есть Тартария Все Таки Пыталась Выстанавливаясь На это Все Влиять Но Как Она Влияла Мы Опять Рассмотрели В фильме История Великой Тартарии Сейчас Мы Только Реконструируем События Вкратце В общем Как вы поняли Что Уровень Технологий Был еще Достаточно Высокий В общем К началу 19 века Между Тартарией И Европой Сложилась Фактически Опять Военная Ситуация Почему Между Тартарией И Европой Мы Это тоже С вами Рассматривали Кто Будет Со мной Спорить Просто Обратитесь К нашим Фильмам И эта Военная Ситуация Сложилась Достаточно Серьезно Россия Кстати На тот Момент Российская Империя Скорее Всего Уже Была Союзницей Тартарии И она Отделилась От Европы Хотя До Этого Была Неотъемлемой Частью В общем Войну Начала Европа Уже Во главе С Англией Туда Переместился Весь Центр Сепаратистских Сил Тех Которые Начали Создание Римской Империи Священной И войну С Метрополией И он Теперь Был В Англии И технический Уровень Конечно Был Всех Достаточно Высокий И я Еще раз Говорю Мы Его Технический Уклад Технологический Был Немного Другой В общем Что Произошло В войне Середины 19 века Удар Был Нанесен Фактически Применили Оружие Массового Поражения Фактически Только По территориям Тартарии И этот Удар Был Нанесен От Волги И опять же До Дальнего Востока На Среднерусской Равнине Были Опять Нанесены Единичные Удары По объектам Инфраструктуры И Один из таких Ударов Мы с вами Знаем Как Уничтожение Города Екатеринослав Кто не знает Я сноску Делать не буду Попробуйте Сами найти Там есть Карты Где город Был раньше А теперь На этом месте И карты Кстати 19 века 1840 Годов А сейчас Там Фактически Воронка Ну и Таких Примеров Очень много Но вот Эти вот Территории Опять Вспомните Виде Алексея Кунгурова Про орбитальные Бомбардировки Были Изничтожены Фактически Как горохом Если Посмотреть На Западную Сибирь Вот Посмотрите Что Творилось Это Уже Опять Неоднократно Многие Альтернативные Историки Кроме Алексея Кунгурова Все Приводили Эти Примеры То есть Была Применена Массированная Бомбардировка Оружием Массового Поражения Средней Мощности Изничтожены Целые Районы Восстанавливающиеся Тартарии Но Самое Интересное Что мы С вами Не видим Следов Ответного Удара Ни по Англии Ни по Франции И вот здесь Возникает Очень серьезный Вопрос Кто же Бомбил Во второй раз Если в первом Случае Первого Удара И потопа 17-18 Веков Мы видим Погибшие Обе территории Явный обмен Ударами И мы знаем Кто с кем Воевал Фактически То здесь Непонятно Ничего В общем Это были Реально Серьезные Орбитальные Бомбардировки Но это Мы говорим Про Евразию Что происходило В тот момент На территории Америки Мы пока Сказать Ничего не можем Об этом И это Опять Материал Следующих Исследований Что же Вызвало Потоп А потоп Вызвало Падение Спутника Фата И упал Он Вот сюда В пустыню Токламакан Мы примерно Уже говорили С вами Об этом Вот Примерная Траектория Орбита Его движения Вокруг Земли Вот эти Следы Почему-то Они опять Совпали С расположением Каких-то Центров Тартарии Этот удар Вызвал Огромный Тектонический Сдвиг Здесь Везде На этих Территориях Появилось Кстати Озеро Байкал То есть Тектонический Был Настолько Серьезный Сдвиг Всего Что здесь Есть Вот Опять Гималайи У нас Появившиеся Как я уже Говорил Вплоть до Байкала Дошло И Заметьте Что От Тибетской Нагорье Удар Пришелся В самый Центр Сейчас Тибете Бегают Сишамбалу Ищут Что здесь Было Это Тибетская Нагорье Оно Высотой От 2 До 3 Или 4 Тысяч Метров Находится Но В районе 2,5 3 То есть Это Такая Равнина Относительная Холмистая Или Гористая Нагорье Находящаяся На Высоте Около 3000 Метров Над уровнем Моря А здесь Пропахано Практически До уровня Моря Мы знаем Что там Много Пещер Подземных Ходов Какие-то Тоннели Как Рассказывал Мулдашев Так вот Здесь Нет Какого-то Его Центра Не здесь Лишамбала Была Так называемая Но Еще раз Что Вызвал Этот Удар Скорее Всего Следов Много Мы не Видим Как От Падающей Лели H5 А зная Что Фата Была Больше Чем Леля Можно Предположить Видимо С опытом Прошлого Удара Вызвавшего Такой Сильный Потоп Как 17 18 Века Этот Падающий Спутник Который Скорее Всего Опять Был Поврежден Применением Этого Оружия Массового Поражения Решили Или Попробовали Уничтожить Еще Видимо На его Орбите Он Падал Решили Его Просто Как Можно Больше Измельчить Потому Мы От него Видим Только Один Большой След И Он Кстати Сравним С теми Следами Упавшими От Лели А Как Мы Понимаем Все Вещество Из Него То есть С чего Он Состоял От Взрыва Разлетелось То есть Где-то Его Здесь Зарвали Полетел Один Большой Кусок А Вот Так Полетел Веер На Эту Территорию Полетел Веер Тяжелых Частиц Которые Образовали Песок А По Всей Земле Полетела Пыль По Всей Планете Земля Распространилась Которая Потом Тут же Падала Гидросфера Этого Спутника Она Попала В атмосферу И шли Пыльные Бури Вместе С Дождями Здесь Падал Песок Засыпая Все Под собой Те места Где только Начала Формироваться Цивилизация То есть Это потоп Песком Фактически Потоп Песком 19 века А По всей Земле Выпадал Дождь И размывал Эту Летящую Кругом Пыль Более Мелкие Частицы И они Оседали И засыпали Первые этажи Городов По всему Миру Вот это Вот происходило В 19 веке Но Как мы Теперь Понимаем Вот эти Территории Всей Европы Пострадали Опять Меньше Всего А больше Всего Пострадала Вот эта Часть А это Просто Засыпало Пыльные Бури Видимо Были Несколько Лет Байрон Сидел Там Где-то В Италии Закрывшись И писал Сказки Европа Переживала И скорее всего Гибель Населения Европы Не была Такой Массовой Ну Я здесь Нарисую Что От Волги Народ Погиб Вот Здесь Территория Опустили Тобольск Был Разбомблен И Сгорел А вот Здесь Все Центры Тартарии Вот Здесь Они Точно Провалились Тартарары И Это Не Татар Смогулам Те Просто Утонули Их Смыло Первый раз Волнами В 17 18 Веке А в 19 Веке Здесь Все Изменилось Фактически Тектонически И вот Здесь Все Проваливалось В разломы Где Еще Могли Быть Следы Этого Упавшего Куска Самого Развеянного Спутника Видимо Вот Большой Кусок Упал Вот Здесь Кусок Упал Поменьше Но Тоже Мы Видим Границы Скорее Всего Также По Траектории Литя Образовалась У озера Виктория Ну И Судя По Полету Вот Эта Вот Территория Сейчас Мы Переместимся Где То Здесь Тоже Мог Упасть Или Здесь Или Здесь Где То Здесь Могли Попадать Эти Часть И Тоже Мы Видим Кстати Разлом Может Быть Большая Часть Этого Спутника Фата И Упала В Атлантический Океан Но Так Как Его Траектория Движения Вокруг Земли Орбита Была Близка К Экватору Достаточно Близка К Экватору Переноса Грузика На Ось Гироскопа Вдалеке От Центра Масса Не Получилось Рычага Не Было И Потому Прецессионное Движение Полюсов Концов Осей Гироскопа Было Небольшим И Это Не Вызвало Цунами Волнение Море Конечно Были Но Цунами Не Было Был Потоп Пылью И Песком Ну Соответственно И Дождем При Этом Как мы Уже С вами Говорили В Гренландии Полюс Вот Тот Вторичный Полюс Который Мы С вами Нашли На Тот Момент Этой Катастрофы 19 Века Полюс Здесь Был Во Вторичной Точке Он Перескочил В Точку Современного Северного Полюса Вот Они Три Наших Полюса При Этом Ось Земли Наклонилась Незначительно Всего Лишь Там На Три Градуса После Первой Катастрофы Угол Наклона Был У нас 20 Градусов Сейчас Попробую Нарисовать Вот Современный Полюс Стал То есть Наклон Плоскости Эклиптики Был 20 Градусов А Стал 23 С Половины Допустим Там Солнце Мы Наклоняем Сюда Наклоним После Первого Потопа 17 Века Угол Составлял Грубо говоря 20 Градусов То Сейчас Он Стал Составлять 23 Градуса 30 Минут Я думаю Всем Понятно В общем Я как-то Попытался Хронологически Весь этот Процесс Обрисовать Что Происходило С нашей Планетой И еще Раз Напомню Что Изменение Самой Оси Наклона Оси К плоскости Эклиптики Это был Один Процесс Это была Усредненная Ось Но Еще Кроме Этого Во все Два Потопа 17 18 Веков И 19 Полюс Менял Местоположение На поверхности Планеты Не просто Ось Колебалась А Менял Положение Еще и Сам Полюс Мы Это С вами Рассматривали В первой Части Этого Проекта Итак Я Представил Свою Гипотезу Тех Событий Которые Произошли На нашей Планете За последние 300 лет Как вы поняли По моему мнению На земле Произошло Две основные Катастрофы Это Применение В обоих случаях Оружия Массового Поражения Падение Одного Катастрофа 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 Это Похолодание 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 Которое Как холодильник Экстренной Заморозки Заморозило Практически Мгновенно Всех Мамонтов И других Животных На территории Восточной Сибири Этот момент Мы пока Рассматриваем То есть Кроме Действий Волны Мега Цунами Перехлестнувших Евразию Дождя Сейсмических Изменений На территории Северо-востока Евразии Происходило Еще Вымораживание Из-за чего Оно Произошло Но гипотеза У меня Одна Посмотрите На след От падения Куска Лели В районе Восточно-Сибирского Моря Посмотрите На его диаметр Это Практически Пару сотен Километров То есть Сама Точка Падения Этого Куска Так вот Возьмите Радиус Сотню Километров И поднимите Вверх Это И будет Фактически Область Центра Взрыва А как Мы знаем В центре Взрыва Всегда Воздух Разряжен Так вот Если происходит Взрыв Внутри Атмосферы В принципе Ничего не случается Потом Давление Там Восстанавливается Но если Взрыв Своим центром Выходит За пределы Атмосферы А 100 Километров Радиуса Вверх Это Фактически Уже Безвоздушное Пространство Фактически С космическим Холодом И вот Видимо Из-за этого Кратковременного Появления От взрыва Области Разрежения Космический Холод Просто Проник В эту местность От чего И образовалась Вечная Мерзлота И быстро Заморозила Фактически Всю флору И фауну Там находящуюся Но это Опять Гипотеза Надо Все детально Исследовать На этом Я свою Реконструкцию Заканчиваю Я понимаю Что будет Очень много Споров И различных Критических Замечаний По этому вопросу Особенно По датировке Падений Частей Спутника Но Здесь Я вам Объяснил Что В своих Исследованиях Основывался Только на Оставленные Следы И последствия Происходящего До свидания Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Пишите Комментарии До следующих встреч До свидания